15 восклицательных знаков и слово СОС. О том, что в Петровско-Разумовском проезде появится прачечная для бездомных, жители предупреждают уже и офлайн. В объявлении на дверях подъездов адрес группы во Вконтакте. Там ссылка на петицию. Часть владельцев квартир категорически против благотворительного проекта. Вот как он будет выглядеть, по их мнению. Здесь будет и сушиться белье, и народ здесь будет присутствовать. То есть это все будет, я так предполагаю, что это возможно будет и на детских площадках происходить. То есть они будут сидеть, ждать, общаться, не дай бог ночевать. Это подъезд у нас будет, здесь вообще двери не закрываются. У нас так и в предбаннике будут находиться. Тем более зима будет. А вообще здесь уже будет выходить труба. Это получается как рематорий, куда будет выходить труба и будут исходить все эти запахи. Это и открытый туберкулез. Я не знаю вообще, кто проектировал. Рассадник, конечно, зараза. Кто это проектировал? Неужели нельзя в Москве, даже в районе найти еще территорию, которая будет далеко от жилых площадей. Вы смотрите, вот у нас детские площадки кругом. А там вообще за заброган детский сад, колледж, площадка, подъезды выходят. Сейчас это самая обсуждаемая тема в группе. Сегодня жильцы планируют расклеить новые объявления. Руководитель столичного филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова уверена, москвичи просто не знают, как на самом деле работает культурная прачечная и кто ее клиенты. Мне кажется, это просто что-то такое для Москвы новое. То, чего не было раньше. А новая и такая неизвестность, она всегда страшит. И, наверное, это какая-то логичная и ожидаемая реакция на что-то новое неизвестно. Вместо оправданий Дарья приводит жильцам в пример Петербург. Там в такой же прачечной бездомные стирают вещи уже почти два года. За порядком следит администратор. Он же помогает отмерять порошок и дезинфектант. Объясняет, как сушить вещи. Здесь не то, что не пьют, даже курить запрещено. А запах, как в магазине, где продают бытовую химию. Ольга с мужем в Петербург приехали автостопом из Владивостока. Оба стараются все время работать, чтобы были деньги на жилье. Когда крыши над головой нет, как сейчас, прачечная очень выручает. Муж вот сейчас на работе. Я его до работы довела, он в робу переоделся, я все вещи забрала, принесла, постирала. Сейчас отнесу на работу, чистые, сухие вещи. Вот так. Люди в прачечной не агрессивны, готовы к диалогу. У многих есть вполне определенная цель – навсегда уйти с улицы. Для петербургских кураторов благотворительного проекта ситуация в Москве удивляет. Вообще немного странно, что это такое гигиеничное место. Человек сюда приходит стирать вещи, он уходит отсюда, лучше выглядит, лучше пахнет. У него больше шансов, в принципе, с улицы уйти. Потому что, когда ты выглядишь непотребным образом, то и меньше шансов устроиться на работу, как-то ты не выдерживаешь эту конкуренцию. За почти два года работы в прачечной в Петербурге удалось собрать следующую статистику. Каждый час в среднем стирать вещи приходят 4-5 человек. Это около 30 посетителей в день. Вспышек заболеваний – ноль. Юрий Баранюк, Александр Глебов и Никита Борисов. Настоящее время. Юрий Баран Юрий. Продолжение следует...